У Васлеров, и, значит, один из выступавших, он пел Бутусова, не помню что, но что-то из Бутусова. Я тоже иногда в Рамкиском облаживаю, кстати. Занахи, здорово. Вообще, я стараюсь свой путь выстраивать в жанре скомороха. Почему? Потому что, с одной стороны, это даёт большую свободу. Скоморохи – это ведь не те браки с бурлинчиками, это те люди, которые ходили по городам и песенам, с музыкальными инструментами, садились где-то в церковные ограды, пели что-то. Пели, как правило, для того, чтобы получить копеечку. А чтобы им дали копеечку, они вынуждены были старыми, которые перенимали из поколения в поколение, адаптировать к современному слушателю. Потому что и 150 лет назад слушать не воспринимал древний класс. Ну, по крайней мере, ну, с любопытством, но так, чтобы увлечься. И вот эти вот скоморохи, они разговаривали со зрителем современным ему языком, ну, опираясь на хорошее знание традиции. Приходите, гостюшки, поверь, свернуемая. Моя, я вам о чём не расскажу, говорят, поверьте. Я вам чудо расскажу, говорят, поверьте. Она глубокую судьбе гнездо сомила. Гнездо сомила, а яйца манесила. Семь, что гранится, манка, девять я вылила. Семь, что гранится, манка, девять я вылила. Моя палочка, манка, манка, семечка. Моя палочка, манка, манка, святых шкафов. А не вари не сплетел, улететь хотят. А почему? А потому что ни с чем возить, но я не хочу победы, но боятся в одной. И я не хочу никому Ставить ногу на груди И я хотел бы остаться с собой Просто остаться с тобой Мазвитящие в небе звезда Назадят меня в путь А вдруг я влюблю А на рукове Мой парень, как вы мавлен А на рукове А пожелаю мне удачи в бою Пожелаю мне Остаться с тобой А не остаться с тобой А пожелаю мне удачи в бою А пожелаю мне Мне удачи А не развалить А дубы лететь, Катя А я не погиб из мази А не живусь в полном свете А не ходите, гостюшки Побеседуем А я вам еще раз скажу А дубы лететь, гостюшки Ну вот такая вот небывающая Скомарошинская И в ее тело можно вставлять Все что угодно Потому что все равно Это не противоречит Фенилья кометик Его если не остановить То есть до завтра А до завтра с удовольствием Будет слушать А у нас еще театральная студия Театральная студия А что, обязательно театральная студия? Может, мы и театральная студия Все готовятся А не готовятся Александров Ну хорошо Тогда Прощание Прощание Да, прощание Да Ну что бы нам не прощание Здорово Простите, пожалуйста Я вынуждена Да, давайте Поскольку я уже так много говорил Я вам покажу По крайней мере Зачем были Фрагмент были Как она звучала Записывал я эту были На телике Еще Первый раз ее записали В 70-м каком-то году Два было исполнителя Морозов И Степанов Казаки Один 1881 годы родили Второй 1885 годы родили Вот То есть Да Нет, она 1986 годы родили Но все равно То есть Старцы под 80 лет Они сохранили Были Вообще Были Откуда они взялись Они Новгородский цикл Есть Есть Киевский Там Для этого Все мы знаем Те Что пришли На север На Бейнигу И так далее Они От Новгорода И южных Сустринско-Рязанского Княжества Вот Переселенцы Когда осваивали север Туда они пришли, в новгородский цикл, а как они оказались у казаков на дому? И вдруг читаем того Шукшина. Я пришел дать вам волю Степана Разина. Помните, как Степан Разин? Шли они на Богомолье, на Соловке. И вот эти вот хождения на Богомолье, оттуда кто-то шел. Поскольку зоны выдачи не было. Дорога длинная, и вот таким образом былины приходили и на то, оттуда их любви и дэв. Былина о корабле Соболе Ильи Молцер. 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 Чёртон-караповь, а я горвано тридцать, А не горвано тридцать, а не горвано тридцать, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok